Продолжаем обзор наших виноградников. Сегодня у нас 8 августа и мы с вами смотрим наш дачный участок, наш старый виноградник. Уже в этом ролике будут и столовые, и технические, и универсальные сорта. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Прежде чем мы приступим к нашей экскурсии, маленькое объявление. Наши ролики дублируются и на Яндекс.Дзене, и на Ютубе. Названия каналов одинаковые и там, и там, и под каждым роликом есть ссылка на второй источник. Поэтому выбирайте то, что вам смотреть удобно. Единственное, что на Яндекс.Ролики загружаются хуже, они загружаются позже. И мы с этим, к сожалению, ничего не можем сделать. Вначале они выходят на Ютубе, потом, как скорость и сам Дзен позволяют, они уже загружаются на Яндекс. Ну и теперь пойдем. Ну что ж, начнем нашу экскурсию. Итак, вот эти вот синие грозди. И это у нас Каталония. Казались растрепанными и небольшими, но на самом деле, посмотрите, как она налила ягоду в полном окрасе. Есть тут, что покушать, есть на что посмотреть. Касательно степень готовности, вот тоже другой гроз показываю. Смотрите, ягоды обалденно крупные. Вот, чтобы целую грозь срезать, еще нет. Но вот так вот для себя покушать вполне можно. Такие, ну, более мелкие ягодки. То есть крупные нет, а вот это вот более мелкое, в принципе, все можно съедать. Она нормально сахара набрала, кислоты нету, то есть покушать можно. Рядышком Елизавета, показывала я ее, при нормировке были слабые какие-то побежики. Ну, вроде и побежики разомнались, смотрите, какие здесь классные грозди. Еще не совсем готовы, но еще и не ее срок. Вот такая красота на довольно слабом кустике. Вот, с другой стороны тоже показываю вот это вот все ее гроздочки. Ну, вот эта желтая красивая, это у нас Мадонна. Поскольку мы только приехали, еще тот порядочек не наведен. Уже можно убирать лист, хотя, наверное, не надо его убирать, а то птицу ее сожрут. Все. Вот, там тоже такие грозди, желтая ягода, такая красивая по цвету, заманчивая. Но еще ей рано, еще она не готова. Росвен янтарный, жемчуг запорожский. В принципе, в этом году даже неплохо опылился. У него есть вопросы с опылением. Ну, я каждый год рассказываю, что тут это место такое. Не самое лучшее, но при четырех гроздях на побег всегда будем с урожа. Ну, в принципе, для сорта раннего срока созревания вполне росвен готов. Все, можно брать вкусность, конечно, тоже. Смотрите, по грозди, да, вот, более мелкие ягодки, они вполне готовы. Мы сейчас даже специально попробуем крупную. И крупную с голодухи можно есть. Кислоты нету, сахар есть. Да, конечно, ароматики она проигрывает немножко мелким ягодкам. У Росвен как-то приятный фруктовый аромат. Такой очень нежный и приятный. Поэтому, то есть, в принципе, здесь готово все. Ну, он может и повисеть, если надо. Валек такие вот красиво у нас тут вывесил грозди. Даже немножко надо было бы его еще подразгрузить. Что-то я его как-то упустила. Ну, тут такие грозди несколько. Вот, идем дальше. В принципе, ягода уже так неплохо размягчившись. Ну, Вальку по срокам еще рано. Роски ранние, яркие, окрашены. Ну, даже пробовать пока не будем. Ему еще как бы и рановато. Аркадия наливает грозди прямо вообще на глазах. Да, я показывала ее нормировку. Как-то было так все грустновато. Ну, сейчас не грустновато даже под листьями. Аркадия наливает грозди прямо вообще на глазах. Да, я показывала ее нормировку. Как-то было так все грустновато. Ну, сейчас не грустновато даже под листьями. Да, гроздочки не самые большие. Ну-таки вполне неплохие. Здесь только чуть-чуть маковато. Я даже специально оставляла. Так, в принципе, все неплохо. И я думаю, что еще и вот эта сторона, она подольет ягоду. Судя по второй стороне. А здесь чуть позже целую. Так что здесь еще есть потенциал. Супер экстра. Опылилась так себе. Ну, ягоду налила неплохо. Покушать, в принципе, есть что. Она еще немножко не готова. Еще и рановато. Еще и кислинка есть. Еще и сахара немножко недостаточно. Как-то она немножко запаздывает у нас. Вадим, гроздочки небольшие, под листиками спрятавшись. Ну, тоже ягода наливается на глазах. Вот здесь припалились под листиками. Ну, и начинает вовсю окрашиваться. Ну, она у нас всегда так вот с компактненькими гроздочками. Велес, наконец-таки в этом году все-таки есть, есть что посмотреть. Вот это одна гроздь. Вот это вот все. Это все одна гроздь. И она начинает краситься. Там есть такие вот поскромные гроздочки. Там, конечно, не очень. Выпылившаяся не очень. Посмотрим. Пока оставляем. Пока оставляем все. Потому что рост такой достаточно сильный. А нагрузочка так себе. То мы пока оставляем. Дальше посмотрим. Может, еще немножко что-то уберем. Вот это вот яркое, красивое. Это память учителя. Вот там дальше память учителя. И вот сюда Армани. Вот это вот его гроздья. Сеня. Показываю задалека. Так лучше видно. Да, листьями прикрыто. Но все же. Вот это сеня. Вот там. Это у нас зигиреба. Дальше тоже сеня. Красивый такой, яркий. И вся эта красота на двух плоскостях. Ну вот в руке я покажу. Это такие вот средние. Средние гроздочки. Две грозди на побег. Никогда не нормирован. Он со своей нагрузкой справляется очень хорошо. Ну и вот он же на второй плоскости. Здесь вообще теневая такая сторона. Неудачный коридорчик. Вот такой вот он у нас красавчик. И здесь же гроздья зигиреба. Тоже на двух плоскостях. И дали много места. Кусту, куст молочный. Тасон отсюда убрали и дали много места зигиреба. Зигиреба. Он тоже такой красивый. Все окрашены. Плотные грозди. Я так думала, что как-то он так себе опылился. Как раз хорошо не будет трещать. Ну, кто-то пока не трещит. Будем надеяться, что не будет. Но ягодку так поднали, что гроздочки стали такие плотненькие. Есть на что посмотреть. И будет с чего сделать вином. Кишмиш лучистый. В этом году, первый раз за много лет, он не подмерз весной. И, по крайней мере, тут будет какой-то такой нормальный урожай. По две гроздочки. Такие вот красивенькие. А вот его гроздочки на второй плоскости. Даже ягода такая вот прям хорошего, приятного размера. Пока радует. Это у нас так красиво красится черный коготь на прививке. Сигналочки. Гроздь небольшая. Вообще тут была одна очень хорошая красивая гроздь. Но ее кто-то отъел почему-то. Поэтому вот нам осталось такое небольшое, но тоже активно наливается ягода. Посмотрим. Так, здесь у нас наливает ягоду преображение. Окрашивается. В этом году, кстати, я пылился неплохо. Потому что в прошлом году у нас был горох. Я показывала, впрочем, такой горох, что хороший, нормальный кишмиш получился. А вот это вот рядышком. Тут просто было притянуло, потому что байконур горел. Но я уже все не снимаю. Вот это рядышком байконур. Но вот эта гроздь еще нет, не красится. А вот там, смотрите, вот тоже прям на глазах наливает ягоду. И уже окрашивается. Ну вот еще у нас здесь вот такое вот преображение. Еще скажу, что здесь место такое не очень хорошее. Здесь наши кустики, к сожалению, страдают. Но мы ничем им помочь не можем. Точнее, чем можем, помогаем. Но это не всегда работает. Но мы тем временем заходим в тепличку. Значит, здесь у нас мускат изюмский. Ну, смотрите, вот одна гроздочка хорошо окрасившись. А остальные вот так вот в процессе. Можно уже тут все поубирать, в принципе. Вот. Мускат изюмский у нас здесь на прививочке. И вот на этой гроздочке ягоды готовы. Их можно кушать. Вкус вообще какой-то такой интересный, что я даже не могу его так вот одним словом описать. Вот еще он же на второй прививочке. Ну, тоже вот эта гроздочка, она готова. В общем, по вкусу-то получается какая-то такая вот клубника, что ли. Такая вот очень яркая, очень интересная. И также очень интересная консистенция. Ягодки такая немножечко как желеобразная, но такой плотненькая. Нет, не желеобразная, мармеладная. Мармеладная вот так будет правильно. То есть она у меня не жиденькая, такой плюх-плюх. А именно мармеладный, вообще класс. Мне очень нравится. Вот это рядышком гран-при прививочка. Плоховато опылилась. Да, но все равно кое-что есть. Посмотреть. Она еще немножко не готова. А вот эта красота, это у нас минор. Когда он только отцвел, только стали горошки, то мне казалось, что тут вообще ничего не будет. Все страшно. И, кстати, по весне он как-то плохо просыпался, какой-то был слабенький такой. А сейчас смотрите, какая здесь красота. Ягода немаленькая, вот совсем немаленькая. Есть на что посмотреть. Ну и по степени готовности. Чемнорозные, ну такие поярче ягодки. Можно кушать, да, еще. Ну, конечно, опять же, с голодухи можно и гроздь срезать и съесть. Но дело в том, что мы очень придирчивы. Мы всегда едим ягоду, когда она уже вообще так не просто созрела, а хорошо созрела. Когда ты срезаешь гроздь, да, и все съедаешь с удовольствием. Ну, мы уже разбалованы. То есть для нас чуть-чуть повисеть. Да, ягоду есть можно. Кислоты нет, сахар есть, ягодка вкусная. Но для нас ей еще надо немножечко набрать свои кондиции. Вон там розовенькая ягодка, тоже такая красивая. Это винтаж, тоже на прививках. Ну, прививки не этого года, прививки прошлого года. Немножко я его тут перегрузила. Но ставила слишком много побегов. Но как-то мне казалось, что надо его нагружать. У меня все-таки немножко многовато оказалось. Ну, такие, смотрите, гроздочки небольшие. Ягодки в тем не менее, такие довольно крупные. Да, где-то есть горох, но тоже опылялась. В такое время не самое хорошее. Впервые Антонио Великой за горошил. За, наверное, я не знаю сколько, 6 или 8 лет. Так что хотеть. Но по готовности еще не готов. Еще надо его некоторое время. Данские зори. Вот такие грозди красивые. Размягчается ягода. Смотрите, какая тут красота. Красота. Две грозди. Две. Две. На побег. Оставили, потому что побег очень жирный, мощный. Вот. На крайних побегах она плодоносит. Точнее, на первых. Пасунковый урожай может быть. Пасунковый сейчас надо убирать. Вот такая вот красота. Ягодка сильно размягчается. Он впоследствии будет розовеньким. Но вот пока окрашивания еще нет. Академик. Красится. Красится. Надо сказать, что неплохо опылился. В прошлом году вообще была грусть, тоска. Но в этом вот, несмотря на заморозки. Слушайте, едят птицы. Видите, что делают? Сразу едят ягодой. Хоть ты что хочешь делай. Еще же ягоды зеленые. Надо как-то что-то защищать. Вот. Ягоду еще он подольет. Ну и вот активно красится. Там вот дальше еще есть его угрозди. Здесь у нас под листиками аксия. Ну, казалось, что как-то она никак. Она очень даже как. Ягодка уже такая красиво желтая. Ну, вот-вот будет готово. Уже такой... У нее какой-то прикольный медовый ароматик. Что-то такое ароматика уже есть. И сахара есть. Чуть-чуть еще кислоты сбросить. Вот. И можно будет кушать. Смотрите, ягода даже такая вот есть. Очень хорошая по размеру. Как-то мне казалось, что ничего не будет. Место тут такое. Ну, и возле крана. С той стороны соседский туалет. Все затеняет. Ну, ничего. Вот кое-что есть. Так, а вот это у нас Мария Магдалена. Ну, Мария Магдалена пока еще ягоду только наливает. Еще окрашивания нет. Но все равно она... Хоть такая не очень ранняя, но она всегда все успевает. И лоза у нее классно вызвивает. И ягода тоже. Это у нас ромбик. Мне казалось, что полтора недели назад он только начинал окрашиваться. Как-то поздно. А уже вот он какой красивый. Да, гроздочки небольшие. Ягода тоже разного размера. Есть небольшая. Вот здесь вообще такие хорошенькие. Вполне себе. Вот такой у нас ромбик. Вот здесь тоже он неплохо так нагружен. Опять же, да, вот грозди есть вполне себе. Неплохие уже есть в ягоде мускат, но еще есть и кислота. Родновато его еще. И гвоздь нашей программы, наша красота – это цинус. Вот это цинус. Вот две грозди. Вот такие вот на побег. Вот там цинус, вот там. Вот здесь. Это вся красота. А вот это вот все цинус. Примерно 6 метров он тут занимает. Две плоскости. Я вам показываю одну. Со второй стороны. Ну, чуть-чуть скромнее. Вот, посмотрите. Вам кажется отсюда, что ягода зеленая. На самом деле она уже желтенькая, мягенькая. По готовности не все грозди созревают одинаково. К тому же тут и освещение разное. Но касательно вот этих больших гроздей, вот отсюда я взяла ягодку. Правда, сверху. Верхние ягоды не всегда раньше созревают, чем нижние. Вот верхние ягоды полностью готовы. Не так вот, чтобы, ну, закрыть глаза с голодухи покушать. Нет. Там все. Сахар, ароматика, кислоты нету. Те ягодки, которые ешь с удовольствием. Ну, конечно, опять же, повторю, чтобы срезать полностью вот эту вот гроздь, надо еще немножко подождать. Ну, а так, если для себя кушать, то можно ходить постепенно ее нормировать, скажем так. Ну, еще последние пару слов по целлюзию. Что хочу показать, что начинает желтеть лоза. Нагружен он очень сильно. У нас всегда цимус поджировал, соответственно, и с лызой. Были некоторые проблемы. Тем не менее, вот этот сезон, да, в принципе, еще начало августа, лоза начинает желтеть, и это вот при такой хорошей, хорошей очень нагрузке. Ну, вот некоторые сорта, некоторые кусты важно просто правильно нагрузить. И тогда все будет хорошо, и лоза будет зреть. Переходим к техническим универсальным. Вот это у нас нет урана, абсолютно полностью окрашен. Пока не пробуем, но пока еще рано. Смысл в мире сахар в недозревшей ягоде, да. Но я думаю, что уже в 20-х числах августа можно будет готовно смотреть, потому что он у нас созревает рано. Он у нас всегда созревает рано, поэтому уже что-то можно будет мерять, какие-то параметры и решать, когда его снимать. А вот там проглядывают розовые такие ягодки Юпитера. И вот перехожу на вторую плоскость. Вот, вот это грозди Юпитера. И смотрите, вот эти грозди практически полностью окрашены. Да, я показывала вам Юпитер на другом участке, и там он еще только-только начинает краситься. Разница между участками 30 километров всего лишь. Но, тем не менее, вот так бывает. И для Юпитера это вообще характерно. Он на каждом участке и в каждый год будет вести себя по-разному, вот в зависимости от условий. И тоже обращаю внимание на желтую, нормально желтеющую лозу. Хотя Юпитер, он сильно рос, у него с лозой иногда бывают проблемы. Но здесь проблем нет. А вот это у нас ландон-нуар. С каждым годом замечают тенденцию к тому, что растет гроздь, растет количество гроздей. Ранние сроки хорошие. Единственный минус – огромный сил рост. Просто нереально. Смотрите, я внизу. Сейчас я подниму камеру и покажу вам. Шкалиры же здесь высокие. Вот что здесь. И вот что здесь. Макузани тут еще ему в пару. Да, то есть вот такая огромная плотная стена на двух плоскостях. То есть и одного, и второго надо нагружать. Надо нагружать очень хорошо. Место тут уже их нагрузить не хватает. Чеканила я уже два раза. В идеале, либо давайте им вообще там чуть ли не 5-6 метров. И это все на две плоскости, да? Либо выводить на перголу. Ну, мы их уже посадили на новом участке на перголу. Да, потом, наверное, даже отсюда уберем, потому что здесь с ними справляться тяжело. Вот в таких объемах, в том месте, которое им отведем. Ну, вот Макузани. Да, Макузани. Он же Аберлинуар. Активно красится. Вот это у нас Нера. Нера. Вот видите, кто-то у нас Нера кушает, да? Кто-то угощается. Приглушен. Он Нера слаборослый. Вот он тут приглушен Макузани. Поэтому не очень себя хорошо чувствует. Иди сюда. А он, наша главная виноградинка, пришла помогать. Вот это у нас Галант. Прям в этом году, наверное, подкормки сработали. Вот я вижу, что на некоторых сортах вот прям сработали, да? До некоторых еще не дошло. Смотрите, какая красота. Грозди крупные. Хорошо опылились. Потому что бывало, что Галант не очень опылялся. А тут прям есть на что посмотреть. Не было бы листа вообще, была бы красота. Я уже говорила, что убирать сейчас лист, это просто отдать весь урожай птицам. А вот такой вот красивый. Но тоже пока не пробую, потому что еще для него рано. Его срок это ближе к концу августа уже имеет смысл. Мерить параметры, да? Принимать решение, что с ним делать. Ну, в смысле срезать, либо еще дать повисеть. Ядвига гайлюнаса или гайлюнаса тоже в этом году. Прямо, я не знаю, какие-то гигантские грозди, как мне кажется, гигантские ягоды. И тоже их много. Шикарное опыление. Смотрите. Вот такая красота. Начинает окрашиваться. Прямо очень радует. Хотя тоже с весны она какая-то выходила слабенькая. Однако все догнало. Здесь супага. Ну, супага, в принципе, в своем обычном. Хотя, может быть, ягода даже и крупнее, чем в прошлом году. Даже в прошлые годы. Активно красится лепсна. Тоже ягодка крупная. Ну, гроздей не очень. Дело в том, что лепсна сидела на краю ямы. И мы только в этом году эту яму засыпали весной. Поэтому, наверное, уже в следующем увидим эффект. А так пока что ей вот тяжеловато было. Она у нас такая всегда была не суперкрасавица. Здесь у нас зилга. Зилга опылилась не очень. Впрочем, ну, получилась неплотная ягода. Ничего страшного. Тоже вот полностью не покажу, потому что запрятано все под листьев. Ну, там видно. Вот там гроздь дизилги. Вот здесь тоже почти в полном окрасе. Но особо пока пробовать нечего. Ну, вот это мускатбал. Как-то немножко подкачала. Ну, кстати, я показывала на втором участке. Смотрите. Нижняя гроздь никакая. А верхняя. А верхняя нормальная. Ну, вот такие условия. Да, вот так вот определенные формы реагируют на изменения условий окружающей среды. На морозную весну, на то, какая погода стоит во время опыления. Да, кому-то надо более тепло, кому-то более прохладно, кому-то нужна вода во время опыления. Поэтому тут все по-разному. Ну, мускатбал, как всегда, желтая лоза. Она у него всегда зреет рано и хорошо. Ланда начинает розоветь. Вот ее гроздочки. Так, вот здесь же у нас рядышком. Вардува. Вот эти беленькие. Активно размягчаются гроздочки. Вот тоже они опылились. А так себе, ну, она еще ягодку и подольет. Меньше проблем будет. Не надо будет бояться треска, потому что ягоды в грозди свободные. А вот в эту сторону похожие гроздочки с элэ. Ну, тоже тут их достаточно хорошее количество. Тоже ягода активно размягчается. И вот там у нас тоже прячутся гроздочки с элэ. Это уже родительский участок. Каберне кортис. В этом году очень красивые такие хорошие грозди. Показывает им хорошие результаты. Плодоносит вообще на всем. Да, смотрите, сколько здесь посынкового урожая. Ну, вот как раз сейчас его нужно убирать. Ягода в полном окрасе. Большая сила роста. Поэтому как раз таки вот эти все посынковые вещи оставляли. Киш-миш-коктейль. Гроздочки такие красивые, аккуратные, компактные. Ну, еще чуть-чуть ягодка начинает размягчаться. Я думаю, что ягодку он еще подольет. Вот такой вот коктейльчик аккуратненький. Здесь у нас пальчик линь наливает ягодку. Ягода у него такого хорошего размера. Плодоносит вообще на всем. Он очень сильно подмерз. В этом сезоне. Ну, вот гроздочки есть. Гроздочки есть на пасынках. И, ну, посмотрим. Может даже и пасынковый урожай вызреть в этом году. Крайней мере, все равно какой-то урожай мы с него получим. Жизелька скромненькая. На второй плоскости там поинтереснее. Гроздочки, вот. Тоже весной подмерзла. Ну, какой-то урожай мы получим. Я думала, будет жировать, оно уже зреет лозу. Тоже из подмерзших. Черная вишня. Такие небольшие гроздочки, да. Ну, какой-то урожай тем не менее будет. Реформ. Красавчик нагружен хорошо, растет хорошо. Лоза зреет хорошо. Все у него хорошо. Ну, тоже пока что еще ничего не меряем. Смотрите. А, какая картина хорошая. Это у нас яся. Опылилась плохо. Вот для яся это называется опылился плохо. Да, и это все будет кишмиш. Ну, бывает, что ягоды, которые опылились, вот они такие большие и могут быть еще побольше. Конечно, не сразу говорю, да, вот это такие образцовые. Крайние гроздей, там с другой стороны гроздей поскромнее. Но здесь очень густо. И, конечно, надо ей давать больше свободного места, чтобы, ну, вот, все было хотя бы вот таким. Потому что я считаю, вот такие образцы, да. Вот это вполне нормально для покушать. По размеру ненормально. Повторю, что вот это все будет кишмиш. Вот, а здесь в густоте, вот уже, уже мы получаем такое обы что. То есть надо просто дать место. Ну, в принципе, с ясей можно поработать с каким-нибудь бутоном и получить крупные ягоды. И при этом без косточки. Ранние сроки, конечно, еще пока что мы ее не пробуем, еще и рано. Но конца густо она будет готова. В принципе, она всегда созревает довольно рано. И уже зреет лоза. Она у нее всегда толстая. Очень толстая. Вот. Всегда шикарно вызревает. На этом наша экскурсия завершена. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Его мы обновим в конце августа. И наши контакты. И до новых встреч.